Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я всегда говорю, что на этом канале вы найдете не только обзор новостей в игре, не только обсуждение машин, которые вышли на продажу, а еще и обзоры на какие-нибудь танчики, которые вы, ну, крайне редко можете встретить в боях и сегодня у нас на обзоре Nameless. Если вы хотите смотреть не только обзоры на технику, которая продается или на рулетки или подобные вещи, то обязательно подписывайтесь на канал, потому что я пытаюсь сделать свой канал абсолютно разношерстным и делать так, чтобы любое видео было не только актуальным, но и интересным разным типом зрителей. Ну что, ребят, давайте обсудим Nameless. Я уже делал обзор на Лупуса, это один из танков Хроники Валькирии, сейчас планируем, как я вам сказал, сделать абсолютно честный обзорчик на Nameless. Дальше мы перейдем к Эдельвейсу, ну, короче говоря, закроем полностью все Хроники Валькирии, обсудив полностью все машины. Что касается конкретно Nameless, странная тачка, вроде бы значится как тяжелый танк, но броня, знаете, чисто от дурака. Почему говорю так? Потому что, ну, только дурак будет бросать в самую большую часть танка, там, где есть хоть какое-нибудь бронирование. Что касается нижнего бронелиста, очень сложно его реально в бою выцелить, если танчик не находится как-нибудь вот в такой вот позиции. Поэтому самое четкое, что все всегда делают, это бьют вот сюда вот в ком башню. Что касается бортов башни, а точнее щек башни, если смотреть в прямой проекции, то здесь крутая привиденка. Фиг пробьешь, это факт. Ну, а если вы делаете глупости, вот так вот отворачиваетесь в случае, если Nameless у вас есть, то понятное дело, что вот сюда вот в башню он сразу начинает весело и крайне неприятно залетать все, что не попадет. Также стоит отметить, что в Nameless можно, хоть и с трудом, но все-таки закидывать фугасы вот в вот эти вот участки брони, башню вы не пробьете. А вот что касается вот этого верхнего листа на корпусе, он имеет всего лишь 20 миллиметров брони, поэтому осколки от осколочно-фугасных очень четенько туда залетают. Ну, корма здесь прям просит, прям умоляет, как говорится, засадите мне да побольше, потому что промазать просто невозможно. Ну, короче говоря, все, кто сюда закидывают, все вполне себе нормально-таки накидывают урона Nameless, поэтому лучше кормой не поворачиваться, причем как в танках, так и в реальной жизни. Что касается Nameless в сравнении с другими машинами. Ну, здесь, ребят, 2200 единиц, которыми особо не похвастаешься на уровне. Что касается пробития, альфы, времени перезарядки. Короче говоря, здесь, в принципе, по орудию особо хвастаться нечем. То есть, в чем-то оно лучше, в чем-то хуже, и в чем-то имеет свой баланс, а в чем-то этот баланс абсолютно полностью отсутствует. Но стоит отметить, что действительно неприятен показатель в отношении, во-первых, времени сведения, во-вторых, скорости полета снаряда. Время сведения сейчас обсудим, ну, а по скорости полета снаряда, вы видите, что 870, ну, прям, не то чтобы худший показатель, но далеко не самый интересный. И играть на Nameless на дальних расстояниях, с учетом двух этих ТТХ, действительно очень сложно. Что касается еще одной занозы, ну, где там, в пятке, да, 32 километра в час вперед и 12 назад. Просто ни о чем, если смотреть, то, наверное, это один из самых унылых, да не наверное, он занимает третье место с конца, точнее, четвертое, но фактически третье. Потому что 29 вперед и 30 вперед, ну, прям рядом лежали. Это КВ-3, и это словно известный гусь. Ну, а 25 километров у нас имеет Блэкпринт. Все остальные тяжи гораздо проворнее. Это прям очень сильно ощущается, когда на Nameless играешь. По доходности рассказывать нечего. Ну, и еще один интересный показатель, это популярность данной машины. 10 игроков играли в последнее время на Nameless, и стоит отметить, что это второй. Второй по уровню, а-ля самый худший показатель на уровне. После, ребят, на первом месте у нас Вулкан, тоже танчик из Хроник Валькирии. Но я больше чем уверен, что, наверное, эти машины не так непопулярны, как они более редкими считаются. Потому что приобрести их можно исключительно за реальные деньги. Я, по крайней мере, не помню, чтобы танки Хроники Валькирии когда-либо продавались за голду. Если бы продавались, я бы в коллекцию с удовольствием себе взял. И, допустим, за того же самого Nameless абсолютно спокойно заплатил стоимость какой-нибудь восьмерки. Пускай даже годной фармищей, но все-таки в коллекцию я бы себе данную тачку заимел. Ровно как и любой другой танчик из Хроник Валькирии. Вообще, желательно было бы собрать всю коллекцию. Что касается ТТХ по орудию, которое мы можем заценить непосредственно в ангаре. Здесь, ребят, как я говорил, время сведения, ну, безбожно неприятное. 4,5 секунды для семерки это действительно очень много. То же самое касается и разброса. Практически 0,4 это тоже, ну, самый, самый такой, знаете, вот в притирку неприятный показатель. Могло быть, конечно, и хуже, больше 0,4, но, скажем так, недалеко отсюда ушли. Что касается ДПМа, то ДПМ здесь такой, очень шаткий. Вроде бы 310 единиц урона за выстрел, а с другой стороны, при перезарядке 8,5 секунд ты и так не сильно часто стреляешь. Ну, а с учетом того, что тебе еще необходимо свестись, да плюс еще у тебя и скорость полета снаряда далеко не самая лучшая. Короче говоря, реализовать вот эти вот 310 получается довольно не всегда настолько часто, как тебе хотелось бы. Стоит отметить, что приятный угол склонения орудия вниз, минус 8. Пускай не сильно хорошо забронированная башня, но отыгрывать в принципе получается. Что касается, кстати, ребят, не показал голдовых снарядов, что-то я выскочил. Голдовые снаряды пробивают 220 единиц брони по миллиметрам и, соответственно, против восьмерок даже периодически можно где-то как-то отыгрывать. Но ее не хватает полноценно для того, чтобы восьмерок проковырять. А даже если проковыряли, то здесь накидываете всего лишь 265 единиц урона. Согласитесь, далеко не сильно круто, когда в восьмерку ты закидываешь столь мизерный урон. Что касается осколочно-фугасных, то здесь в принципе все нормально. 60 миллиметров по пробитию и 420 миллиметров, 420 миллиметров, 420 единиц урона, если вы все-таки пробьете на фулл урон. Но не сильно часто это получается, разве что если вы заброситесь куда-нибудь в бортину или в корму какому-нибудь легкому танку, а желательно еще и ниже по уровню. Если смотреть на танчик вот в такой вот проекции не через призму прорисовки брони на портале, а смотреть просто на саму машину, то, как видите, как я и говорил, кроме ком-башни особо ничего в глаза не бросается. Нижний бронелис не такой уж и большой, находится под углом. Ну а что касается верхней части, здесь хоть какая-то приведенка есть и дополнительное бронирование, а щеки, ну прям совсем сходятся, прям к орудию вот сюда вот, там где есть маска орудия, которая тоже забронирована. Поэтому в основном, когда неймелиса встречают лицом к лицу, бьют его в ком-башню. Это такое, знаете, самое гарантированное место для того, чтобы ему нанести урон. И ком-башня, в принципе, я бы не сказал, что является маленькой. Ну что, берем машину и поехали попытаемся неймелиса потестить. Ну что, поехали. Давайте попытаемся сделать на неймелисе что-то годное. Но в целом, ребят, забегая наперед, скажу следующее. Ни один из танков, Хроник Валькирии, не приобретается игроками для того, чтобы на нем фармить, ну я не знаю, там, стату держать. Эти танки абсолютно не про результативность. Эти танки исключительно про, я бы сказал так, штучность. Штучность этих танков в боях крайне редко встретишь их. Заехать, покрасоваться, почувствовать себя не таким, как все. Не тем, кто играет на общедоступных обычных премиумных машинах, либо на коллекционках, а играет на чем-то таком, что может позволить себе далеко не каждый игрок у нас в игре. Поэтому не рассчитываю на какие-то там особые заработки на неймелисе или на какой-то настрел, рассчитываю исключительно на то, что мне понравится на нем играть. В целом, что-то в машине, безусловно, есть, но сказать, что прям действительно фанит, ну, не знаю, навряд ли. Повторюсь, наверное, фанит сам факт того, что ты играешь на чем-то уникальном, не более того. Так, ну, вот оно, время сведения, просто безбожно долгое. Ну, хотя бы урон 310 уже хорошо. Что касается того, что дальше будет происходить, я очень сильно надеюсь, что ПТ-ха сейчас никакая там на горе не стоит, потому что в Бортину мне сейчас прилетит прям-таки на ура. Вау, без полного сведения даже получилось забросить, это приятно. Все, понеслась душа в рай, начинают потихоньку закидывать. ПТ-ха там все-таки есть какая-то. Так, отходим, отходим, отходим. Добрали. Красавчик, молодец. С ТРВТ действительно неплохо сейчас поддержал. Так, ну что, давайте попытаемся забрать экранированного, если это получится, конечно. Спрятался. Понял, что навряд ли у него получится выстоять нормально. Фарт. Неимоверный фарт сейчас, ребят, срабатывает, но ненадолго. 400 единиц закинули как раз в Бортину, пока я портом ехал. Мне необходимо туда прорваться, в любом случае отворачиваться пока не буду. Все, теперь можно дальше сжать на педаль. Ну, правда, с такой скоростью особо быстрым этот бег не будет. Так. Блин, ну сводись ты быстрее. Ну, хотя бы чуть-чуть быстрее сводись. Так. Ну, конечно, да. При полном сведении надо было, чтобы снаряд, блин, на не сильно точном орудии прилетел вот как нельзя кстати туда, куда я не хотел бы, чтобы он прилетал. Когда нужна погрешность от игры, игра эту погрешность абсолютно не предоставляет тебе. А вот когда прям совсем не хочется, чтобы орудие грешило и закидывало куда-то хотя бы на миллиметр левее или правее, обязательно уйдет на пару метров куда-то в сторону. Так, ну, не знаю. Не знаю, что мне делать. Сейчас ВТ-ху пустим вперед. Там где-то был товарищ, отхвативший от меня. Ну, все. Остался один соперник. Я больше чем уверен, что здесь у нас, ребят, будет победа. Могу сказать, не знаю, заранее о своих ощущениях и впечатлениях. Честно говоря, танк, вот просто танк. Да, вот ничего такого он не предоставляет. Он не дает какого-то отдельного фана. Он не дает какого-то отдельного ощущения мощности. Или каких-то потенциальных возможностей. Он просто есть. Он просто сбалансирован вот так вот, что от меня с Тей ВТ уехал кто его знает куда. Ну, а я все продолжаю ручей пересекать. И, ну, не знаю. Не знаю, ребят. Вот чисто для коллекционеров. Знаете, вот такая вот игрушка, которую ты покупаешь не для того, чтобы ею пользоваться. Это как какой-то, не знаю, не то чтобы раритетный, но штучный какой-то автомобиль, который люди, имеющие деньги, покупают для того, чтобы он стоял вот такой вот наполированный в гараже. И максимум раз там в полгода на нем выехать для того, чтобы тебя увидели за рулем этого автомобиля. Все. Больше ничего. Никакой тебе двухдиновой магнитолы с флешкой хотя бы для старта. И уж тем более никакого тебе электропривода на все четыре колеса. Первое место в команде по урону на удивление. На удивление. Ребят, не ожидал, честно говоря, такой результативности от Неймелиса. Но, как оказалось, машина могет. С другой стороны, слава богу, что меня не кинуло к восьмеркам, потому что там действительно было бы мне сложновато. За что кто-то дизнул ЛТГ, я не совсем понимаю. Мне кажется, что данный игрок, он действительно сделал, ну, гораздо больше, чем его союзники. Мне вот даже интересно, ребят, уж простите, потратим на секунду время. А я не могу, да, посмотреть, кто ему диз поставил. Обидно. Обидно, что не видно. Потому что, честно говоря, вот сейчас прям рука потянулась дизнуть того, кто дизнул ЛТГ. Потому что дизать самого лучшего игрока в команде по результату, ну, это как бы немножечко неправильно и несправедливо. Ладно, возвращаемся к теме нашего разговора. Если говорить откровенно, то, допустим, сравнивая, поскольку у нас в серии танков Хроник Валькирии есть два тяжа, это Неймелис и Лупус, то давайте их условно сравним. Я делал обзор на Лупуса, ссылочку положу в описании. Так вот, мне Лупус понравился в отношении фановости, ну, как-то немножечко больше. А что касается Неймелиса, кстати, вот здесь я лоханулся, у нас еще Вулкан есть. Забылся про него совсем, но Вулкана мы снимем отдельный обзорчик, это совсем другая история. Так вот, если сравнивать Лупуса тогда уже просто как два тяжа, которые мы уже смотрели, и Неймелиса, Неймелис более результативный. А вот что касается Лупуса, он более какой-то фановый, более интересный. Не знаю, это мое мнение, если вдруг у кого-то ездят Титанчики, пишите свои комментарии обязательно по данным машинам. Но я хотел бы попросить одновременно и тех ребят, у которых машин нет. Если вы хотите написать, что они плохие, ну, воздержитесь, потому что вы не совсем имеете моральное право судить о качестве данных машин, исключительно исходя из того, что вы где-то видели обзоры на них, или вы где-то видели в боях эти машины. Не факт, что против вас или за вас на этих машинах играл действительно какой-нибудь грамотный подкованный танкист, который смог в конкретном бою машину реализовать. Поэтому, возможно, у вас сложилось какое-то не совсем правильное мнение. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. Возможно, про вулкана, возможно, про кого-нибудь другого. Ну, а вы, друзья мои, если хотите видеть не только обзоры на то, что прямо сейчас происходит в игре, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok